Когда заходит речь о животных убийцах, многие представляют себе гризли, тигра или акулу. Мало кому приходит в голову какой-нибудь представитель птичьего царства. Птицы часто ассоциируются с чувством спокойствия. Пение диких птиц в природе – это первое, что вы слышите в солнечный день, когда просыпаетесь утром. Или когда идете на прогулку по парку. Но как показывает практика, они тоже могут быть очень агрессивными и могут нести опасность для жизни и здоровья человека. Казуар – это большая, нелетающая птица с твердыми и жесткими перьями, обитающая в тропических лесах. Его самая яркая особенность – коричневый шлем, о назначении которого до сих пор спорят биологи. Предполагается, что он защищает голову птицы от падающих плодов. Если казуар чувствует угрозу, он может нанести очень серьезные травмы. У него очень длинные когти. Они могут достигать длины 12 см. С их помощью он может мгновенно уничтожить не только собаку или лошадь, но и человека. В 2007 году казуары были занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые опасные птицы в мире. Например, в 2019 году 70-летний заводчик птицы из Флориды умер от нападения этой птицы. Он упал во дворе своего дома, а неподалеку находился казуар, который и напал на мужчину. Он успел вызвать скорую помощь. Спасатели доставили раненого в больницу, где он скончался от полученных травм. Ворона-свистун выглядит как обыкновенная ворона или сорока. Помимо Австралии и Новой Зеландии, она живет на многих других островах Тихого океана. Птица была завезена в эти места в XIX веке для защиты кокосовых плантаций от вредителей. Вороны относятся к числу территориальных птиц, которые яростно защищают свою территорию от других. Причем их агрессивность увеличивается во время гнездования. Если человек заходит на их территорию, они обычно атакуют его сзади. Их самые частые жертвы – велосипедисты и байкеры. Только в 2017 году власти Австралии зафиксировали более 3000 нападений на людей, в результате которых было ранено 520 человек. Атаку может предотвратить постоянный зрительный контакт с птицей. Поэтому некоторые люди носят солнечные очки сзади. Лебеди – одни из самых крупных водоплавающих птиц в Европе, размах их крыльев достигает 2,5 метра. Также лебедь является одной из самых тяжелых летающих птиц, самцы в среднем весят 25 килограммов. В сезон гнездования лучше держаться от них на расстоянии. Если подойти к ним слишком близко, они могут атаковать своими массивными крыльями и нанести серьезную травму. 14 апреля 2012 года в США, Энтони Хенсли перевернулся на лодке в заливе Диос Плейнс, и в воде на него напал лебедь. Он так и не дал мужчине доплыть до берега, и тот утонул. В 2011 году в Риге лебедь напал на женщину, когда она плавала в озере. Ее бросился спасать муж, но птица начала его атаковать, из-за чего мужчина утонул. Ареал обитания этого вида охватывает большую часть Северной Америки, от юго-востока Аляски на западе, до канадской провинции Новая Шотландия на востоке, и до Флориды, Техаса, Калифорнии и Мексики на юге. Первоначально пестрые нияссети обитали в восточной части североамериканского континента, а в течение 20 века существенно расселились в западном направлении. Это ночная птица, достигающая в размере около 50 см. Его улюлюканье – один из самых странных ночных звуков. Питается ниясать в основном мелкими млекопитающими, рептилиями или более мелкими птицами. Если его прерывают во время охоты, он становится очень агрессивным. Своими острыми когтями он в основном атакует голову противника, что приводит к серьезным травмам. В Америке эти хищные совы бросаются вниз с деревьев и царапают голову и лицо своими острыми когтями ничего не подозревающим туристам. Эта массивная сова вырастает примерно до 60 см в длину, а размах ее крыльев достигает 150 см. Ареал обитания охватывает арктическую зону Скандинавии, России, Аляски и Канады. Небольшие популяции обитают также в Исландии и Гренландии. В отличие от большинства других сов, они охотятся в основном днем. Нападают в основном с возвышенностей, таких как столбы или камни. Как только птица видит добычу, она приближается к ней в тихом полете. Сова плывет над ней мгновение, затем атакует ее своими сильными когтями и убивает. К месту гнездования белой совы можно подойти достаточно близко, без того, чтобы птица как-то отреагировала. Но когда белая сова замечает угрозу, она оживает и бросается в атаку с целью прогнать нарушителя своих владений. Если угрозой является человек, сова может целиться в лицо и голову своими острыми как бритва когтями. Нападающая сова может нанести серьезные ранения, особенно глазам. При нападении следует пригнуться, закрыть лицо и быстро удалиться. Эта мелкая птица с длиной тела не более 16 см. Среди ярких тропических птиц она просто теряется, так как обладает неприметным оперением. Единственное украшение птицы – яркая синяя шапочка на голове, а самцы, кроме этого, могут похвастаться тонкими стрелками от глаз к вискам. Птица очень хорошо летает, но больше времени предпочитает перемещаться пешком, отлично лазая по ветвям деревьев, благодаря своим цепким когтям. Особо бояться синеголовой и фрите нечего, так как яд одной птицы способен парализовать среднего по размерам хищника и убить мелкого. Батрахотоксин, которым она себя защищает, не может лишить жизни взрослого здорового человека, но вызовет очень неприятные симптомы. Птица не клюет, не выплевывает яд и не царапает нападающего отравленными когтями. Она полностью покрыта токсином, который находится на ее перьях. Действие яда начинается мгновенно. Сразу после прикосновения к птице начинает ощущаться онемение кожи, а затем симптомы нарастают стремительно, поражая одновременно нервную и сердечно-сосудистую систему. Мелкому хищнику, даже если и удастся выжить после общения с эфритой, восстановиться полностью ему уже не получится. Токсин действует необратимо, и жертва навсегда остается частично парализованной. Человек обычно отделывается временным параличом конечности и крайне неприятными приступами стенокардии. Для сердечника, пожилого человека или ребенка контакт с птицей может оказаться смертельно опасным. Мать природа учит нас, что птицы – это не только милые канарейки и воробьи. Они также могут быть смертельно опасными противниками, представляющими серьезную угрозу для человека. Но стоит отметить, что птицы, какими бы агрессивными и опасными они не были, почти никогда не нападают первыми. Если их не провоцировать и вести себя осторожно, то неприятных последствий можно избежать.